Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. А вот семь человек погибли на пожарах. Печальную статистику погибших пополнила и эта неделя. Теперь подробнее о происшествиях минувшей недели. Наравне с пожарами работникам МЧС иногда приходится оказывать помощь населению, спасая, например, домашних питомцев. В понедельник вечером спасатели помогли снять кота с дерева на улице Коржа. А чуть ранее еще одного усатого пришлось доставать при помощи бензореза и шансового инструмента из проема стены подсобного помещения в одном из общежитий на улице Сурганово. Помогали столичные спасатели на минувшей неделе котенку, застрявшему в радиаторе отопления. Напомню, что подобные случаи не входят в компетенцию спасателей. У них есть приоритетность вызовов и в первую очередь работники МЧС выезжают на те случаи, где существует угроза безопасности жизни человека. Но каждый конкретный случай рассматривается индивидуально и иногда на просьбу граждан все же откликаются. Ведь спасти кошку с дерева часто означает спасти хозяйку от сердечного приступа, или остановить ребенка, который полезет за ней на дерево и в лучшем случае там застрянет. А в худшем вспомним историю с бобруйчанкой, которая произошла месяц назад. Девушка полезла доставать кошку с карниза и упала с третьего этажа. Сразу два пожара произошли в столице во вторник при аналогичных обстоятельствах. Сначала работники МЧС тушили огонь по улице Кунцевщина. Здесь загорелись вещи на балконе квартиры, расположенной на первом этаже. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, поэтому пламя в жилую комнату не перебралось. Зато из-за ЧП на улице Текотского, которое случилось в тот же день только вечером, поврежденными оказались не только балкон квартиры на пятом этаже. От копоти и огня пострадали вещи на лоджии выше расположенной квартиры. К счастью, в обоих случаях хозяев не было дома, и в результате ЧП никто не пострадал. Примечательно, что в обоих случаях вероятная причина пожара одна и та же – незатушенные сигаретные окурки, брошенные кем-то из соседей, живущих выше. То есть, по сути, такая соседская подлость. Будьте внимательнее друг к другу и не забывайте, что небрежность при курении вредит не только вашему здоровью, но и серьезно угрожает безопасности окружающих. Возможно, короткое замыкание электропроводки в среду вечером чуть было не лишило крыши над головой 62-летнего пенсионера. В частном жилом доме по улице Нестерова загорелась деревянная обрешетка и стропильная система кровли. Оперативно прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал. МЧС напоминает – не перегружайте электросеть и следите за исправностью электропроводки. Минск чрезвычайный. Спасти не удалось. В воскресенье жертвой пожара стал 41-летний мужчина. Около полудня горела одна из квартир многоэтажки по улице Кунцевщина. Как зачастую бывает в таких случаях, о возгорании на линию 101 сообщили соседи. Стоит отметить, что подъезд спецтехники МЧС к дому был затруднен припаркованными автомобилями, поэтому спасатели в полном снаряжении бегом направились к месту вызова. В это время из окна квартиры на втором этаже уже шел сильный дым. Ее жильца работники МЧС обнаружили в комнате бессознания. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть мужчины. Детальную причину пожара и гибели установит экспертиза. Предполагаемая версия – короткое замыкание электропроводки. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. Во избежание несчастных случаев МЧС рекомендует установить автономный пожарный извещатель. Он реагирует на малейшее задымление пронзительным звуком, который разбудит спящих людей и поможет спасти жизнь. О происшествиях на сегодня все. В заключении напомню, что в эти дни в республике продолжается профилактическая акция «Молодежь за безопасность». Минские школьники, активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей и пожарных посещают домовладения инвалидов, ветеранов и многодетных семей. Ребята не только рассказывают о безопасности, но и оказывают шефскую помощь. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.